Мир вам, уважаемые друзья и дорогие коллеги, мы с вами снова на канале Психфарм ТВ, который всегда на вашей стороне. И сегодня, благодаря нашей эмблеме, нашему девизу «За выживых, оплакивая мёртвых, разбивая молнии», мы будем вам рассказывать о том, нужно ли применять ионы магния в разных совершенно видах, неважно, какая там соль, главное, что там написано слово «магния». Вот нужно ли применять такие препараты при слабости и плохой памяти, вот при таких жалобах. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что это прямо рекомендуется в различных блогах, в интернете, это рекомендуется в научных статьях, утомляемость при дефиците магния, значит, ликвидируем дефицит магния, ликвидируем утомляемость, влияние препарата магний B6 на параметры стресса и когнитивную функцию при высоких психоэмоциональных нагрузках, то есть, плохая когнитивная функция, давайте применять препараты магний. Давайте разбираться, насколько вот эти претензии оправданы. И начнем, конечно, с инструкции, как всегда. Обратите внимание, что в этой инструкции уже говорили об этом, прямо сказано, что высвобождение от сил холина снижается. Я забегая вперед скажу, что непонятно, вот это касается только нервно-мышечных синапсов или каких-либо других, почему это важно, я расскажу. И важно, что магний является иногда физиологическим антагонистом ионов кальция. Что я имею в виду? Вот в инструкции написано, что курароподобное действие. Курароподобное действие касается так называемых нервно-мышечных соединений синапсов. Это когда нейрон касается, видите, подходит не к другому нейрону, а касается мышцы. И вот ацетилхолин выделяется, и мышца сокращается. Важное свойство ацетилхолинового нейрона – способность мышц к сокращению. Что делает ион магния, который обладает курароподобным эффектом, что известно из инструкции? Да он, собственно говоря, мышцу расслабляет. Итак, что же у нас с вами получается? При слабости рекомендуется препарат, который еще больше вызывает слабость. Если вы этому не верите, пожалуйста, посмотрите симптомы передозировки магния. Это атрофия мышц, слабость и чувство усталости. Забавно, да? Представляете, вам рекомендуется от усталости препарат, который сам вызывает усталость и слабость. Зачем это делается, непонятно. Теперь мы обратили внимание на очень интересную статью, которая относится вот от автора Чуканова Елена Игоревна. Доктор медицинских наук, профессор, она невролог. Шапошина с ней знакома выступали на некоторых конференциях вместе. Что хочу сказать? Вот я всех врачей, неважно даже если ученый, все равно он врач, делю как бы на две группы. Вот многие делят очень субъективно. То есть пошли бы они консультироваться к этому врачу или не пошли. Мне это не важно, потому что мне как-то не очень свое здоровье важно. Мне важно здоровье моих больных. Вот послал бы я своего больного к Елене Игоревне на консультацию. Да, послал. Потому что ее мнению я доверяю, но во всяком случае пока не доказано обратное. Так что солидный ученый, прошу любить и жаловать. Итак, это ее статья применения магния в лечении сосудистых заболеваний. Еще раз подчеркиваю, неважно в каком виде этот самый магний, главное что магний. Доказано участие ионов магний в работе NMDA рецепторов. Глутаматных NMDA, это здесь, это самая ошибка, потому что NMDA есть глутаматные. При дефиците магниево-ионного окружения эти рецепторы возбуждаются. Что, собственно говоря, происходит? Вот здесь нарисованы два глутаматных синапс, два нейрона контактируют между собой. Левый, вы видите, треугольнички, это глутамат. Они подошли к этой самой щели, и глутамат стоит. Почему он стоит? Потому что NMDA рецептор закрыт ионным магнием. Он просто вот этот канал закрыл. NMDA рецептор, это тоже ионный канал. Он закрыт ионом магния. Вот как ион магний оттуда ушел, вот тогда глутамат может выделяться. Он достигает NMDA рецептора, запускает в открытую эту щель магнита ушел, ионы кальция. И, собственно говоря, глутаматные нейроны возбуждают друг друга. Теперь представим себе, что будет, если магния много или очень много. Этот самый магний никуда не уйдет. Он будет стоять в этом самом NMDA рецепторе, не пускать глутамат, не пускать кальций, и глутаматная активность, она будет резко снижаться. Последствия снижения глутаматной активности хорошо известны по работам Стивена Майкла Шталя. Известный клинический фармаколог, психофармаколог. Кстати, пишет не только по психофармакологии, у него есть и другие работы. Очень и очень интересные. Пожалуйста, смотрите в других областях медицины. Очень и очень интересный продвинутый автор. Есть его работы на русском языке. Так вот, изучая последствия падения активности глутаматных нейронов, он приходит вот к следующему выводу. Но глутаматные нейроны – это основная возбуждающая система нашего головного мозга. Надо вам сказать, что в таламусе, это часть головного мозга, происходит фильтрация вот этих импульсов. И если глутаматная активность чрезмерно высока, то в голову идет множество импульсов, ну и там могут завестись даже тараканы. В голове много мыслей. Что делает препарат, который содержит ионы магния? Если активность глутаматных нейронов снижается, то в голове, особенно если ионов магния много, то в голове может просто наступить, в коре головного мозга может просто наступить обыкновенная пустота. Что еще очень и очень важно, глутаматные нейроны возбуждают ацетилхолиновые, на которых работает наша память, и держат их в определенном тонусе. Беда, однако, состоит в том, что если глутаматная активность под влиянием магния падает, то у нас никакого возбуждения не происходит, ацетилхолиновых нейронов, и память у нас не работает. Таким образом, подводя итог, я хочу сказать, что если у вас, если вы испытываете слабость, если вы испытываете утомляемость, если у вас в голове пустота, и у вас ухудшилась память, ни в коем случае не надо применять любые препараты, которые содержат ионы магния. Потому что, судя по действию этих самых ионов магния, будет вам от этого только хуже. Поверьте мне, наше предупреждение очень и очень важно. Поэтому мы бы хотели, и обращаемся к вам, наши зрители, помогите нам в распространении этого предупреждения по Ютьюбу. От вас на самом деле мало что требуется. Подпишитесь на наш канал, поставьте нам лайк, есть время. Напишите коммент для продвижения этого ролика, и тогда ролик будет распространяться в выдачах быстрее. И многие наши зрители узнают, в каких ситуациях магния ни в коем случае принимать не стоит. Становитесь спонсорами нашего канала. Хотите отблагодарить нас за этот ролик? В описании есть реквизиты счета. До новых встреч! Продолжение следует...